Если в минувшем году на внутришкольном учёте стояли 165 детей, то в этом году их число сократилось до 147. Об этом в рамках заседания антинаркотической комиссии в администрации Анапы рассказала начальник городского управления образования Наталья Микитюк. По её словам, такого результата удалось достичь, потому что все потенциальные нарушители занимаются в кружках и секциях. К каждому прикреплены педагог и психолог, которые работают с ребятами по индивидуальным программам. Им самим это нравится. Прежде всего это спортивные секции, шахматные клубы, внеурочная занятость детей. Это у нас станция юных техников, куда тоже посещают дети. Их удается отвлечь от улицы, от того социума, который их окружает, ненужного, так будем говорить. В этом смысле одними из опасных факторов являются алкоголь и табак. Всего в минувшем году проверками удалось охватить более половины городских торговых точек, где продаются алкоголь и сигареты. На постоянной основе ведутся рейдовые мероприятия, мониторинги предприятий потребительской сферы, на наличие табличек об ограничении продажи и времени. В прошлом году проверено порядка 750 торговых объектов. Выявлялись нарушения, велась работа с руководителями этих предприятий. Приглашались на межведомственные комиссии по профилактике. Ну, соответственно, потом при повторном посещении данных объектов замечания были устранены. Тем не менее, в 2015 году было выявлено 17 торговых объектов, в которых несовершеннолетние смогли приобрести спиртное или сигареты. Виновные привлечены к административной ответственности. В мэрии напоминают, что в подобных случаях размер штрафа для предпринимателей или должностных лиц может исчисляться сотнями тысяч рублей, для физических лиц от 10 до 15 тысяч рублей. Чаще всего предприниматели ссылаются на халатность наемных работников. В администрации же рекомендуют инструктировать персонал, чтобы те не стеснялись лишний раз попросить покупателя предъявить паспорт. Продолжение следует...